привет друзья с вами лада и в этом видео хочу вам кое-что показать что возможно не понравится некоторым из вас поэтому я попрошу слабонервным не смотреть это видео а также не смотреть тем кто не хочет разочаровываться во мне и моих работах сегодня видео я покажу изнанку своих работ и она далеко не идеально почему я решила сделать это видео мне очень многие пишут несколько вариантов сообщений либо считает что мои работы идеальные со всех сторон на что я конечно очень очень благодарна но в то же время они расстраиваются что у них не так падает настроение не хочется больше творить и не получается также идеально а второго рода сообщения это вопросы а как же должна выглядеть сама изнанка на изделии и хорошо ли для изнанки что видно на ней наращивание трубочек или какие-то помятости в трубочках что с этим делать как это убирать или это можно не убирать норма ли это также дам пару советов как сделать изнанку изделия более аккуратный а еще не стоит воспринимать советы и замечания в этом видео как истину в последней инстанции я опираюсь на свой опыт но каждого он свой индивидуальный поэтому доверяйте но обязательно проверяйте все на себе и смотрите по своим обстоятельствам в любом случае вы должны помнить что изнанка это изнанка и для нее абсолютно нормально если на этой стороне видны какие-то недочеты поправки спрятанные косяки и подклеенные трубочки главное делать это все аккуратно и не слишком идеализировать это место раньше я обращала много внимания именно на изнанку несомненно это мне помогло сделать ее более-менее аккуратный хотя бывают случаи не совсем удачные изнанки вот сейчас я показываю изнанки моих последних работ конечно на камеру не особо хорошо видно все это дело лучше вживую но все равно это лучше чем на пальцах на светлых трубочках наращивание проще помятости все таки лучше видны поэтому если вы плетете светлыми трубочками то стараетесь лучше на темных изделиях это не особо заметно тем более если есть какой-то меланж вообще я заметила что на изделиях окрашенных естественные оттенки особенно водными морилками и если присутствует некоторый меланж изнанка смотрится более аккуратный опять же по моему личному взгляду на изделиях с яркими красками картина тоже не ужасающие а вот на темных изделиях изнанка мне всегда нравится наращивание практически не видно но видна небольшая помятость трубочек и это нормально какие советы могу дать в первую очередь качество трубочек решает от них зачастую зависит качество самого изделия полые трубочки дают не совсем тот результат который вы ждете когда вы делаете витки полыми трубочками они заламываются и с обратной стороны да и с лицевой результат не очень так что обратите внимание на свои трубочки обязательно во вторых обратите внимание на то как вы наращиваете ваши бумажные трубочки это очень важный этап в плетении из газет от самого наращивания зависит и аккуратность в плетении у меня уже было отдельное видео о том как я наращиваю газетные трубочки посмотрите обязательно ссылка будет в описании под этим видео еще я очень часто при наращивании советую обрезать начало трубочки в которую вставляете конец другой тогда это место наращивания будет незаметным а вот в этой детали изделия я такого не делала и картина такая произошла места наращивания очень даже видны но эта деталь для будущей сумки и здесь изнанка совсем не будет видна поэтому я не запаривалась особо с этим делом и вообще действую всегда по ситуации там где я знаю что изнаночная сторона вообще не будет видно то можно расслабиться немножко третьих также важна гибкость самих трубочек от гибкости зависит их пластичность на витках в плетении сухие заламываются ими сложно делать витки а вот увлажненными трубами плести легче они плавно укладываются за стойки старайтесь ровно и также аккуратно укладывать рабочие трубочки и за стойки тоже там где нужно менять и ракурс положение наблюдайте как у вас получается с изнанки поначалу будет сложно но потом все будет легче и легче и когда привыкнете все контролировать этот процесс будет происходить уже на автомате четвертых используйте в качестве подкладки для плетения деталей и в частности для плетения дна обычный фетр лучше всего толстый тогда трубочки с изнаночной стороны не будут заминаться кстати еще заметила одну интересную деталь что после лакировки вид самого плетеного изделия становится более аккуратным том числе и его изнаночная сторона в принципе на этом все может быть для кого-то я ничего нового и не сказала в этом видео а для кого-то информация была полезна любом случае жду ваших отзывов комментариев может быть у вас есть свои лайфхаки как сделать изнаночную сторону более аккуратной пишите обязательно эта информация пригодится не только мне но и тем начинающим плетение которые будут смотреть это видео подписывайтесь на канал здесь вы найдете вдохновение я вам желаю легкого плетения увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях пока пока